Обзор Twinmotion 2020.1 И обо всем поподробнее Всем привет! С вами Джоник Икс Наконец-то долгожданная версия Twinmotion, которая теперь полноценно может называться версией Epic Games Новая версия доступна в приложении Epic Games и разделяется на две версии 2020.1 пробная для работы При покупке дается 50% скидка и бесплатное обновление до конца 2021 года И 2020.1 бесплатная для учебы, для учащихся в образовательных учреждениях Таким образом, в разделе Twinmotion будет доступно, а точнее уже сейчас доступно, три версии 2020.1 2020.1 trial или пробная И 2019 epic version То есть версия от Epic Games Для обзора была выбрана учебная версия 2020.1 Поехали! При открытии программы, Twinmotion встречает нас окном приветствия, которое не претерпело изменений с предыдущей версии Первое знакомство оставило у меня приятное впечатление По сравнению с версией 2019, новая версия куда лучше оптимизирована, о чем говорит статистика и отсутствие зависаний Однако оптимизация и новый логотип программы недостаточно для хвалебных отзывов, а потому по порядку о нововведениях Library Библиотека При выборе объекта, к примеру из деревьев или транспорта, правее появляется превью с разными ракурсами для более точного восприятия В папке Tools инструменты добавлены notes, иными словами подсказки или записки При размещении на сцене доступны инструменты редактирования и выравнивания текста note и alignment Масштабирование, size и окрасок флажки color, а также отображение к точке обзора, face to camera Из нижних настроек перенесен инструмент measure, измерять В целом, в каждом из разделов произошли какие-то до улучшения, связанные с увеличением качества текстур объектов Это заметно на примерах автомобилей Vegetation, растительность Расположена context, среда Несмотря на то, что в предыдущей версии раздел назывался urban, город, данный раздел был полностью переосмыслен и не имеет с прошлым чего-либо общего Среди разделов имеются pass, пути, пешеходы, автомобили, велосипедисты Vegetation paint, рисование растительности Vegetation scatter, распыление растительности И urban, город, но ранее называвшийся context и представляющий собой размещение 3D-карты Остановимся на Vegetation paint, рисование растительности И Vegetation scatter, распыление растительности Vegetation paint, покраска растительности Инструмент, позволяющий размещать объекты растительного мира с помощью кисти Название соответствует содержанию Возможность добавления как разных образцов растительности одной группы Так и образцов с разных групп После размещения на поле объектов с помощью Vegetation paint, кисть, производится рисование объектами по самой сцене Vegetation eraser, пластик, здесь выступает в качестве стирателя Vegetation scatter, разброс растительности Название также полностью описывает инструмент После добавления растительности, а точнее образцов растительности, выше выбирается scatter add, добавить разброс После нажатия на поверхность, в нашем случае поверхность полигона, на всей сцене появляются объекты растительности Удобно при создании масштабных сцен, но не стоит забывать и про загрузку сцены Из оставшихся кнопок scatter remove, удалить разброс, отвечает за обратный эффект инструмента scatter add А Vegetation eraser, ластик, за стирание объектов на местном уровне Объекты растительности Сами по себе объекты растительности также претерпели правки При добавлении любого дерева или куста из раздела снизу появляются новые параметры Age, возраст, с информацией о высоте растения и Season, время года При добавлении травы снизу, помимо старых параметров, появляются новые Dryness, сухость и Stripes, полосы, с настройками угла расположения и размера этих полос Применимо к созданию спортивных площадок и подобного Weather, погода Расположена в Settings, параметры, в прошлом Nature, природа Изменения коснулись интерфейса раздела Переосмысленное расположение ползунков с погодой Качество эффектов погоды Более ресталистичные частицы осадков и адаптированная окружающая среда И добавленная возможность изменения роста всех объектов растительности на сцене Growth, рост Effects, эффекты Добавлен инструмент Ocean, океан, ранее располагавшийся непосредственно в разделе Nature Media, Media Преобразованный интерфейс во всех разделах Теперь готовые материалы располагаются исключительно в левой части панели На примере фотографий, видео и панорам Вместо BeMotion Занял Presenter Презентатор Однако изменение ограничилось только названием Это все тот же просмотрщик сцен на устройствах без предустановленного ПО И необходимостью обязательного добавления медиафайлов для последующего экспорта Самих же сцен просмотра теперь можно добавить сколько угодно Экспорт Экспорт Косметические изменения Новые значки обозначения параметров и инструментов Особых отличий от предыдущих версий нет Да и в принципе и не нужно Программа предоставляет все необходимое для экспорта Как результат Вывод изображений, видео, панорам и просмотрщиков сцен Примеры студии Несмотря на наличие множества нововведений За время знакомства с новой версией Появились все же появились некоторые вопросы Зачем нужно было переименовывать целые разделы Зачем нужно было перемещать инструменты с раздела в раздел Или перемещать внутрь другого инструмента Есть ли возможность загружать презентаторы на мобильные устройства Помимо прочего Не были, на мой взгляд, реализованы некоторые ожидания Нет возможности загрузить готовые файлы на онлайн-площадку Наподобие Twinlinker Для всеобщего обозрения и обмена опытом Языковый пакет Так и не был расширен Хотя Twinmotion позиционирует себя главным конкурентом Lumen У которого имеется внушительная языковая поддержка Библиотека элементов преобразилась качественно По разделам Но не количественно Что после урезанной библиотеки 2019 версии Которая заметно сократилась после перехода программы к Epic Games Не относится к преимуществам Возможность сворачивания нижней панели с инструментами Для увеличения площади окна редактора Хотя, ладно Плюсы тоже есть Получившая в видеоуроках название экспресс панели или меню Теперь имеет официальное название Berger Menu Сэндвич панель или меню За свой значок отображения Итог Самостоятельная версия, сумевшая привнести новые Процессы архитектурной визуализации И запутать пользователей предыдущей версии Из-за перемешанных разделов групп инструментов Однако со своей задачей Twinmotion справился Это готовая, стабильная версия Недаром названная как 2020.1, а не просто 2020 Приставка 1 здесь также говорит о том, что в будущем Программу могут ждать обновления И скорее всего ждут Существенные и не очень Но непременно для улучшения результата работы На этом же обзор подошел к концу Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Чтобы не пропустить новые выпуски Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует Спасибо за внимание И до скорых встреч